Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! И скажу честно, у нас сегодня не очень хорошая погода, которая продолжается уже три недели. Льются жуткие дожди, и новогоднего настроения абсолютно не чувствуется. Вообще не чувствуется приближение праздников, хотя стали появляться гирлянды на площади, стали появляться какие-то украшения в витринах магазинов, но праздника не ощущается. О, мои котики дерутся! Ну и чтобы как-то повысить свое настроение, поскольку я терпеть не могу, пребывать в состоянии такой депрессии, так скажем, для меня, я решила сделать из подручных средств некое подобие украшения для новогоднего или рождественского стола. Сожалею, что начала снимать не сразу, вернее как, сделать я уже сделала, и сейчас покажу результат и покажу, что я для этого использовала. Сожалею о том, что не стала снимать поэтапно, но, надеюсь, все равно вам будет интересно, и вы не слишком раскритикуете мое творение. Ну вот, то, что я использовала, конечно, не смейтесь, это вот такие вот квадратики хлопковые для деток, потом спрей цвета золота, свечи вот такие вот новогодние золотые, вот это вот такая вот, она как бы для шашлычков, эта штучка приспособлена, ну, при помощи ее я буду заправлять вот этот вот хлопковый квадратик в специальное отверстие, покажу. И вот такие вот уже заранее окрашенные, это деревянные, вернее как, ну, веточки, веточки обычного дерева, тоже обработанные вот этим вот спреем. Ну и сейчас покажу, что у меня из этого вышло. Ну вот, собственно говоря, вот это вот у меня и получилось. Все, что вы видите, все, что находится в этой композиции, это остатки от прошлых праздников. Вот этот вот керамический горшочек, в нем были подарены конфеты, традиционная фуагра, конфитюр, ну, в общем, здесь во Франции новогодние вот такие вот коробочки, горшочки очень популярны. Естественно, вкусности мы скушали, а горшочек я оставила. Не знаю почему, видимо, просто понравился. Он очень красивый, декор такой вот, и положила на антресоли. Дальше, вот эта вот коробочка, это была прикреплена к одному из новогодних подарков, как и вот этот вот замечательный букетик из натуральных шишечек, вот это вот все, видите, как красиво сделано, хотя вот, ну, листики, елочки, это все искусственное. Затем вот этот вот листочек был оставлен после съедения новогоднего торта в прошлый Новый год. Тоже мне он понравился, тоже не знаю, почему оставила. Обычно такие вещи я выбрасываю. Дальше, свечку, ну, свечи, естественно, купила, как я и покупаю на каждый год. Вот это вот, что вы видите, это именно вот этот вот и хлопковый квадратик, который я использую для туалета своей дочери, который обработан вот этим вот золотистым. На освещение не так падает, и не видно, что вот это вот все золотистое. Это как бы снег, и вот такая вот немножечко золотой пыльцы, ну, в общем, при освещении это достаточно красиво будет смотреться. Дальше, вот эти вот длинненькие штучки, даже не знаю, как их назвать, это веточки сухих деревьев. Вот у меня растет в саду миндаль, и когда он начинает засыхать, я обрезаю, и потом я обработала их вот этим тоже золотистым спреем, и втыкнула вот туда. Кстати, внутри, вот знаете, такие вот губки, в которые цветы втыкаются, вот это тоже я от какой-то штучки оставила, и тоже, что мне сегодня очень пригодилось. Ну, и основная часть композиции, это вот эти вот замечательные веточки. Они очень похожи на натуральные, и как бы это был тоже какой-то веночек, вот знаете, что вешаются на двери, я все это расправила, и вот что у меня получилось. Вот таким вот образом, видите, тоже я их туда втыкнула, в эту губку, в горшочек, и вот такая вот легкая, на мой взгляд, очень спокойная такая, милая композиция для новогоднего стола у меня получилась. Ну, вот, в принципе, и все, все очень просто, и из самых, что ни на есть, подручных средств. В общем, я ни копеечки не потратила на новогодний букет, и, вернее, как не на новогодний букет, а на новогоднее украшение стола, и думаю, что получилось у меня неплохо. Ну, мне, по крайней мере, нравится. Все, спасибо всем большое, что вы были со мной. С удовольствием посмотрю видео девочек, кто делится тоже, что можно вот из подручных средств сделать какие-то вот такие вот новогодние, очень милые и приятные букетики для стола. Все, до новых встреч, пока-пока! Продолжение следует...